Ситуацию на востоке Украины обсуждают сейчас в штаб-квартире НАТО на встрече лидеров альянса в Брюсселе. Там сейчас работает наш корреспондент Алексей Пшимысский, он на прямой связи со студией. Леша, здравствуй, расскажи, есть ли уже какие-то результаты встречи и что именно говорят об Украине? Добрый вечер, да, скажу, что ситуация в зоне АТО на повестке дня лидеров Североатлантического альянса. Да, замечу, что встреча только недавно началась, всего лишь несколько часов тому назад. Лидеры стран-членов альянса, в том числе и президент США Дональд Трамп, начали съезжаться в новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, вот в это здание, которое вы видите за моей спиной. Скажу, что еще накануне генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что на встрече с лидерами НАТО поднимут вопрос выполнения минских соглашений, отвода тяжелых вооружений с линии соприкосновения, прекращения огня и проблемы с допуском наблюдателей АБСЕ в оккупированной территории. Отмечу также, что Столтенберг заявил, что и НАТО, и Евросоюз будут продолжать санкции против России. Давайте послушаем его комментарий. Вопрос России всегда будет на повестке дня НАТО. Также тема России будет фигурировать и при обсуждении повышения расходов альянса на оборону. Увеличение финансирования на коллективную безопасность и усиление присутствия НАТО в Восточной Европе – это реакция на агрессию России в Украине. Я поддерживаю санкции против России. Они чрезвычайно важны, как реакция на незаконную аннексию Крыма и невыполнение минских соглашений. Отмечу, что встречи лидеров НАТО проходят в условиях чрезвычайных мер безопасности. Еще со вчерашнего вечера центр Брюсселя практически весь перекрыт. Над городом кружат военные вертолеты и истребители. Скажу, что также вчера здесь прошли масштабные акции протеста против визита Дональда Трампа. Но, собственно, напомню, что президент США называл Брюссель не иначе, как дословно «адская дыра». А вот что касается НАТО, он говорил о том, что Североатлантический альянс устарел. Собственно говоря, понять, какова позиция нового главы США относительно сотрудничества с НАТО и членства США в альянсе – главная задача лидеров стран, участниц НАТО. Ну и, конечно же, одним из главных вопросов – это будет борьба с терроризмом. А и, собственно, присоединение НАТО к коалиции против ИГИЛ. Отмечу, что здесь же присутствует и премьер-министр Черногории, которая уже этим летом станет 29-м новым членом Североатлантического альянса. Ну, как я уже говорил, встречи только начались. А сегодня в 10 вечера по Киеву запланирована пресс-конференция Йенса Столтенберга. И мы узнаем, до чего же договорились лидеры альянса. Студия. Леш, спасибо тебе за информацию. Это был Алексей Пшемызкий. Он, напомню, в Брюсселе следит за саммитом НАТО. Продолжение следует...